Здравствуйте, туристы и милитаристы! Еще один замечательный нож, не побоюсь этого слова, действительно произведение ножевого искусства, по-другому ножи Влада Лужецкого и не назвать. На самом деле сразу же на ум приходят мысли о ремесле, о каком-то найфмейкерстве или уж тем более каких-то там серийках и прочее. Нет, это действительно творчество, это действительно искусство, это действительно очень-очень красиво. Все наши кузницы Севера подпадают, на мой взгляд, под это определение. Ну так вот, так что лирика все равно будет, извините. Итак, нож-крепыш, кузница Севера. Сперва давайте по ТТХ, длина ножа 200 мм, длина клинка 80 мм, ширина клинка 28 мм, толщина по обуху 6 мм. Привет, экстрема-рацию. Обработка клинка, травление, плюс здесь имеются у нас следы ковки. Вес ножа 141 грамм. Сталь У8А. Ручная ковка, авторская термообработка на 59,60 единиц по шкале Роквелла. На самом деле, скажу честно, ребят, если кого заинтересуют именно свойства стали У8А и У10А, которые используют Влад, просто напишите в комментариях, я уверен, что он не откажется дать пояснение, потому что, когда я спросил, он мне, по сути, прочитал такую мини-лекцию очень умным, таким академическим, по-настоящему таким реальным языком, из которой я, ну, понимаете, если я сейчас буду переводить на какой-то примитивный язык, это и будет и звучать примитивно. Если я буду копировать его какие-то термины, в общем и целом хорошая углеродка, если в двух словах, если кого интересуют подробности, я уверен, что Владислав Лужецкий именно профессионально всё это объяснит. Давайте я сразу посмотрю, посмотрите, клиночек поймаем. Так вот, монтаж у нас рукояти в с одной неразборной, рукоять ТИК, Больстер здесь присутствует, латунь и чёрный граб через G10. Вот он есть. И, конечно же, ножны. Ножны – это, как всегда, у Кузницы Севера отдельная песня. Кожа растительного дубления. И каждые ножны Влад шьёт индивидуально по каждому ножу. Нет никакой тоже серийки, никакой подгонки. Конкретно берётся нож и по нему шьются ножны. Посмотрите, какой красавчик. Стоит это всё 8200 рублей, минус 10%, если вы будете использовать промокод Архадыр. Ну, если вы просто скажете, что вы друг клуба Архадыр или в клубе, вам сделает Влад 10% скидку. Стоит ли этот нож, опять же, сразу же давайте по цене, перед тем, как я буду делать обзор. Понимаете, ребята, опять же, всегда есть реакция людей, всегда есть реакция людей о том, что дорого, о том, что… И причём сравнивается сразу же, в первую очередь, с серийкой. То есть, ребят, большинство из нас может сравнивать цену этого ножа со стоимостью серийного ножа какого-то крупного производства, который собран там из каких-то китайских компонентов и так далее, и так далее. И он стоит там существенно дешевле или чуть ли не в половину дешевле и прочее, прочее. Это всё равно, что гонять задним местом воздух. Вот реально, все эти рассуждения. Почему? Потому что, ну, во-первых, ручная работа красиво. Здесь одни ножны стоят полцены ножа. По большому счёту, совершенно заслуженно. И вот вы знаете, как раз-таки тот самый случай, когда показано, вот вы покупаете нож за 8200 себе или какому-нибудь другу в подарок, или какому-нибудь товарищу в складчину в подарок за 8200 рублей. И вам за эти ножны, вам за этот нож не придётся краснеть, вам не придётся говорить, слушай, ну здесь классный ножик, а ножны тут… Нет, это всё в комплексе 8200. На мой взгляд, да, правильно говорят, что в Европе другие цены, что я рассматриваю со своей колокольни. Всё правильно, ребят. Но по европейским меркам этот нож получается сколько? 120, 130 евро. Нет, какой? Меньше. Чё это я? Сейчас, а я вам сейчас посчитаю. 110 евро плюс-минус по нынешнему курсу. Безусловно он стоит. Даже, даже там не обсуждается. Это ещё до того, как ты скажешь, что это ручная работа и так далее, и так далее. Хотя это и так видно. Вот. Но я считаю, что и по российским меркам худо-бедно я плаваю так нормально в ценах российских на ножи. Абсолютно адекватные деньги за такую работу, за такую любовь к своему искусству. Просто потому, что вы когда этот нож где-то… Элементарно, во-первых, вам будет в кайф им работать. Во-вторых, если вы его где-то достанете и так далее, и так далее, это понятно, что это вещь штучная, что это вещь авторская. Поэтому тут, понимаете, опять же, я немножко позволю себе лирическое отступление. Очень многие люди, которые критикуют цену, они критикуют просто исходя из того, что у них лично нет денег именно вот в таком количестве. Именно тех самых вот 8200 рублей на приобретение ножа. И поэтому, как леса и виноград. У других людей есть эти деньги, но все равно дорого. Почему? Блин, у нас же есть романтины, моры и так далее, и так далее. Так вот, как раз-таки здесь именно баланс заключается в чем? В том, что я читал обращение, скажем, меморандум Влада Лужецкого на тему цен на ножи. Подпишусь под каждым его словом, потому что он считает так, что если я вкладываю свои руки, если я вкладываю свой труд, именно ручной труд, и в какой-то момент я понимаю, что я просто вот это стоит именно столько, и если на эту цену находятся покупатели, значит вот так тому и быть. Там на самом деле более пространно и дипломатично было написано, неважно. В общем, вопрос цены будем считать закрыли. Ну, поехали, даже не знаю. Я реально не знаю, с чего начать. Давайте все-таки сперва с ножен. Вы знаете, есть такая вот у некоторых людей привычка в машины вешать там на зеркало или куда-нибудь там на вот это вот, как это называется, решетка вентиляции. Там всякие елочки, пахучки, амулетики и прочее, прочее. Вот самое верное решение будет это взять нож-крепыш и в машину куда-нибудь на видное место его даже так не поставить, так подвесить стоями, чтобы это все вот так вот красиво выглядело. Почему? Потому что, во-первых, когда ваш взгляд не будет сосредоточен на дороге, он будет приятно ласкать взор своей эстетикой. Во-вторых, если где-то вам понадобится в дороге нож, вы можете воспользоваться по прямому назначению. И в-третьих, ножны эти, ну сейчас немножко уже у меня подвыветрилось, но изначально они источали просто дивный запах хорошей, толстой, натуральной, дорогущей кожи. То есть вот это вот самое растительное дубление, на самом деле я отберу. Они пахнут действительно прям так, знаете, классически. Как я не знаю, седло Д'Артаньяна. Просто вот, ну, я правда не нюхал седло Д'Артаньяна, это я так сейчас приукрасил, авторская запятая, так сказать. В общем и целом, твердые ножны, как вы видите, здесь обжато все именно по рукояти данного конкретного ножа. Сшиты красиво, очень так колоритно, этнически. И петля, ну я думаю, тык впритык, даже большой такой, как бы армейский ремень, сэш, да, влезет. Здесь видите, здесь есть запас. Вот один этот звук, один этот звук, это уже что-то. Все очень красиво, обрез обработан, все, понимаете, ну человек действительно, здесь у нас логотип кузницы севера, человек действительно, вот, руки растут из нужного места во всех смыслах. Очень красивые ножны. Даже с учетом, ну, чисто, чисто технически, чисто практически, конечно, здесь отверстие для вентиляции, может быть, и не помешало бы, с учетом того, что на клинке углеродка. Но они настолько прекрасно выполнены, что это именно чисто такой практический, практическая придирка. Очень красивые ножны. Нож сидит в них глубоко. Ну, три четверти рукояти, скажем так, прячется. И, ну, если очень сильно, за счет того, что рукоять такая массивная, но, опять же, если это не свободный, а фиксированный подъем, то для того, чтобы тряхнуть ножны так, как я вам сейчас показал, вам нужно занять совершенно неестественное положение вашего тела в пространстве, то есть именно головой вниз и, как следует, несколько раз попрыгать на руках для того, чтобы нож вывалился. То есть в данном случае от каких-то легких трясок он, скажем, застрахован, плотно сидит. Ну, и если совсем сильно тряхнуть, то нож вываливается. Но, не знаю, мне просто самому интересно, что нужно сделать, чтобы его потерять. В общем, ножны практически эталонные. Это действительно очень-очень красиво. Переходим к ножу. Да, из трех ножей, которые прислал Владислав в этот раз, даже, по большому счету, он и с карьелой очень успешно конкурирует. Из трех ножей, которые прислал Владислав в этот раз, это щука, тролль-книв и крепыш. Крепыш, безусловно, мне нравится больше всех. Почему? Потому что мне эта форма знакома, мои руки, мои ладони любят очень эту форму. Я этими ножами работал в Норвегии много и общался с людьми, которые, в принципе, предпочитают даже нетрадиционные финки или а-ля норвежские ножи. То есть есть на самом деле когорты людей, которые реально, у них, там, я не знаю, ну, 80-90% работы делаются именно вот такими вот крепышками, чтобы очень хорошая, большая, увесистая такая колбасная была рукоять, симметричная, абсолютно опасная с точки зрения, там, ну, никаких выемок, никаких здесь нет упоров, ничего. То есть можно буквально подвесить над режущей кромкой указательный палец. Рукоять очень-очень вместительная такая. И даже не 80, даже по 70, по 65 миллиметров ставят клиночки и делают этими ножами абсолютно всё. То есть этот нож, он, я вижу будущее, он именно вот в работе по деревяшкам, по строганию, по каким-то моментам. Да, для еды в походных условиях этого вам хватит. Для еды в каких-то кухонных условиях, безусловно, проще использовать нож, ну, просто кухонник, грубо говоря, с длинным там клинком, подлиннее и так далее, и так далее. Но вот эта вот именно форма, она, безусловно, она, конечно, не самая-самая любимая с точки зрения, именно что у меня нет как таковой самой-самой любимой формы, но это однозначно одна из самых-самых любимых. Наверное, даже в тройку, в четвёрку точно входит. Потому что, действительно, вот в этой геометрии, в этой форме заключена просто нереальная работоспособность. Это очень-очень функционально. коротенький клиночек и вот такая вот мощная под нормальную мужскую ладонь рукоять. Под нормальную мужскую ладонь, я имею в виду, что у меня, видите, можно и справа, и слева ещё по полпальца спокойно добавить. То есть здесь просто этот нож, ну, этот нож действительно по-настоящему человек с очень крупными руками может совершенно спокойно взять и совершенно спокойно оперировать им. Если я зачастую, делая обзоры на какие-то ножи, там, я не знаю, сейчас не буду перечислять в компании, говорю, что объём рукояти проходит по нижнему для меня лично пределу, то есть, да, рукоять вроде как вот она рабочая, но если бы было бы побольше, ничего бы страшного. То есть здесь, может быть, если не по верхнему, потому что по верхнему тут, я помню, один нож был там, где действительно прямо у меня, там можно просто предплечье. Но это для меня больше, чем середина. То есть это действительно очень-очень ухватистая. Видите, она симметричная. У нас такое получается как бы веретено. Одинаковая спинка и брюшко. И в сечении такой овал. Она реально толстая, она реально широкая. Она очень-очень удобная, невероятно удобная. Да, здесь есть, здесь в принципе, если работать этой рукоятью молоточным хватом, то самое лучшее это упирать саму рукоять, конечно же, в ладонь для того, чтобы обезопасить. С учетом того, что здесь довольно скользко и отсутствуют какие-то упоры и выемки. Самое простое это просто упереть край в ладонь и тогда вот что-то выкручивать, как это делать. Но основная работа делается именно молоточным хватом или вот так тоже можно запросто. Будет желание, можете напилить или Влада попросить напилить здесь насечку. Ну, лично мне она вот не нужна. На самом деле нож просто охренительный. Вот так. Чего далеко ходить? Многие, кто смотрит постоянно каналы, многие, кто действительно, как бы, как сказать, отслеживают видео на канале, они знают, что у меня есть один закадычный товарищ в Норвегии, зовут его Андрош. Охотник, рыбак, золотые руки, по образованию инженер, сам запросто с ноля может построить дом, что, в принципе, на моих глазах и происходило, я ему помогал. Ну, не дом, скажем, пристройку мы делали. То есть, действительно все. Вот у него больше половины ножей, он пользуется именно такими ножами. И остальные-то просто зашорканные до невозможности там бруслета и прочее, прочее. И вот именно на его ножах такой вот формы конкретной. Единственный момент, что норвежцы не делают таких красивых. То есть, те же самые там хелли и прочее, у них гораздо проще все с материалами. Вот именно на этом я понял всю прелесть вот этих коротких клиночков и очень-очень ухватистых, таких мощных рукоятей. Выполнено все сверх красиво. Следы ковки также есть у нас на Больстере, как вы видите. Ну, красота, реально красота. Прям вот по-настоящему все просто супер. Конечно же, уже наверняка многие написали на тему 6 мм в обухе. Здесь, в чистом виде, художник так видит, и это его право. Прямые спуски от обуха. Прямые? Да, прямые спуски от обуха. То есть, в любом случае, конечно, то, что на всю ширину обуха, на всю ширину клинка идут спуски, это плюс. Но то, что, конечно, сам по себе клинок всего 28 мм ширины, и здесь у нас просто реально железяка. Посмотрите, она реально железяка. То, безусловно, это дает присутствие ломовитости. Вот, тоже, традиции традициями, я имею в виду вот такой вот закос под старину, а дулька, все, все грамотно, все сделано, понимаете? Так вот, да, мне кажется, что этот нож будет колоть огурцы, например, или яблоки при разрезании, потому что 6 мм никуда не денешь. Но я вот спросил Владислава, и он сказал, что он именно хотел сделать крепыша. Он хотел сделать именно нож, который такой, ну, не жалко будет нагрузить. Опять же, те, кто сейчас будут говорить в садной монтаж и так далее, ребят, ну, я батонил с одним монтажом, рубил с одним монтажом. Да, у меня были случаи, когда в садной монтаж получал повреждения, так у меня были случаи, когда и фултанк получал повреждения рукоять. То есть здесь все очень условно. Грубо говоря, чтобы усандалить этот, скажем, чтобы разрушить именно вот этот узел, рукоять, хвостовик, с помощью каких-то физических нагрузок, я не имею в виду, там, танцевать на клинке и прочее, танцевать на рукояти, вернее, использовать нож в качестве ступеньки, нет. А именно при какой-то силовой работе, прокручивающей, режущей, там, прочим, прочим, я уверен, что моих лично физических сил в моих руках не хватит. Потому что здесь, в первую очередь, короткий клинок, мне не создать, просто будет такой рычаг. То есть, ну, это все вот эти вот разговоры про ненадежность с одного монтажа, это разговоры в пользу бедных, это просто болтовня ради болтовни. 6 мм! Понимаете, было бы 5 мм, тоже был бы. Кстати говоря, по действующему законодательству российскому, здесь можно хоть, опять же, д'Артаньяновскую поставить гарду, и нож будет... А нож так и так будет тёплый со всех сторон, потому что 8 мм, всё. Всё, это перемотали, не слушайте меня. В общем, здесь чисто внешне, чисто дизайнерски эти 6 мм абсолютно оправданы, потому что нож, он реально, вот это не просто там нож, которым там порезать, там, построгать и так далее, так далее. Это прям крепыш, крепче не бывает. Он очень сильно внушает, он очень сильно доставляет. Это действительно вот то самое, что, в принципе, можно назвать словом крепыш. Очень красиво, очень красиво, очень подарочно себе любимому или знакомым, коллегам и так далее, и так далее. И сфера применения этого ножа, да ребят, просто радовать хозяина, в первую очередь, своим видом, своей вот этой вот ухватистостью берёшь и понимаешь, что не перевелись на Руси крепкие, нормальные мужские рукояти, которые вот берёшь, и действительно такое ощущение, что у тебя просто какой-то меч-кладенец в руках. Вот, и плюс клинок такой тоже, мини-кладенец, скажем так. Вот, и, конечно же, общий такой хардовый хозбыт, то есть это именно вот там деревяшки и прочее, и прочее. Ну, и какие-то продукты. Мне очень интересно, что я увижу на кухонном тесте с этим ножом. Почему? Потому что кухонный тест здесь по-любому вторичен, но если он ещё и порежет нормально, то тогда ко всему, что я сейчас сказал, прибавьте, пожалуйста, ещё два восклицательных знака и три плюсика. Тогда это будет просто бомба. Потому что изначально у меня требований к кухне к этому ножу практически никаких. Это лесной крепыш, а самое главное, это, понимаете, вот сесть, достать. Из таких вот шикарных ножен и под, знаете, такой мирный треск поленьев рассказывать внуку или сыну о каких-то подвигах богатырей, читать эпос Калевала тоже самое и прочее, и прочее, и прочее. То есть, какая-то такая, знаете, ламповая, душевная вещь. И даже если будут какие-то комментарии там за обувь, ещё за какие-то моменты. Не, ребят, не переубедите. Меня лично точно не переубедите. Потому что он и рабочий, и ламповый одновременно. Он очень-очень классный. Он на самом деле, я такие ножи просто обожаю. Это просто даже чуть-чуть больше, чем Финки Томми. Даже самую малость больше, чем Финки Томми. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Увидимся, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok